Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Культ Просвет. И мы продолжаем наше путешествие по латвийскому культурному пространству. Конец мая, начало июня. Очень интенсивное время. Целый ряд культурных событий, новые мероприятия, идеи, проекты. И сегодня вечером мы продолжим нашу дискуссию и знакомство с новой инициативой, с фестивалем «Поэзия без границ». Поэтому сегодня у нас в студии снова Дмитрий Кузьмин, который был у нас уже где-то в январе или феврале. Когда-то зимой вы бывали у нас со своей очаровательной дочерью и рассказывали нам о сборнике «12», который вышел в феврале месяце. Это был проект творческого объединения «Орбита». И сегодня в гостях у нас не только Дмитрий, но и его коллеги, участники будущего фестиваля «Поэзия без границ». Надежда Воинова, переводчица. С какого на какой язык? С шведского на русский. С шведского на русский. Добрый вечер и спасибо, что сегодня посетили нас. И Алёша Прокопьев, поэт и переводчик из Москвы. Добрый вечер. Добрый вечер. На фестивале я тоже переводчик с шведского, хотя перевожу главным образом с немецкого. Я рад вас видеть и действительно благодарю, что в столь интенсивное время, скажем, подготовки фестиваля вы нашли время нас посетить. И я хотел бы сразу перейти к вопросам такого информационного характера. Дмитрий, в фейсбуке циркулирует такой достаточно ядовито-салатового цвета плакат с названием «Поэзия без границ». Потом цвет немножко поменялся и достаточно много информации появилось о том, что на протяжении трех дней, со 2 по 4 июня, у нас в Риге будут гостить переводчики, поэты из России, Швеции и целый ряд латвийских поэтов представят свои новые сочинения, будет перформанс и так далее. То есть программа очень насыщенная. Я хотел бы задать такой вопрос генеалогического характера. Скажите, ваш новый фестиваль каким-то образом связан, содержательный или, скажем, что касается формы, с предыдущим фестивалем, с фестивалем «Кровь поэта», который был несколько лет здесь? Конечно. И более того, за ядовито-зеленый цвет и вообще за ядовитые цвета отвечает Елена Глазова, которая придумала и проводила несколько лет фестиваль «Кровь поэта», потому что, значит, вот таков ее художественный вкус и таков дизайнер, с которым она привыкла работать. Мы, разумеется, на этот опыт опираемся. Фестиваль «Кровь поэта» был в основном двуязычный, русско-латышский, и на него приезжали всякие разные вполне замечательные русские поэты из России. Но мы, вот, собственно, год назад, побеседовав с Еленой достаточно длительно и вдумчиво, подумали, что нам надо расширить и переформатировать эту историю. Что хорошо будет, если мы развернем этот проект как более международный и межязыковой, и межкультурный, и будем каждый год приглашать какой-то третий язык, какую-то третью страну в этот сюжет, значит, и начать решили со Швеции, потому что близко. Ну, вот сейчас первый раз приведем, дальше будем разбираться, боюсь пока загадывать далеко. Мы понимаем, что хотя вроде бы как глобализация и общий культурный контекст и все такое прочее, и достаточно много разных международных проектов вообще в культуре и в поэзии в частности, но все равно всякая национальная традиция живет какими-то своими сюжетами и проблемами. Насколько шведская поэзия не похожа ни на русскую, ни на латышскую, я не мог себе вообразить, пока я не стал заниматься этим фестивалем, и пока, значит, коллеги присутствующие не стали мне это показывать в переводах, потому что по-шведски я никак не могу с этим познакомиться. Значит, там совсем подробно, ну, то есть понятно, что всегда есть какие-то параллели, и мы когда подбирали участников, мы на эти параллели ориентировались, чтобы было веселее, да, чтобы там, допустим, представители младших... Фестиваль подобран по поколениям, значит, каждый язык представлен четырьмя поэтами, принадлежащими к четырьмя разным поколениям, к четырем разным поколениям. И мы, конечно, смотрели, чтобы было веселее, чтобы, допустим, представители младшего поколения, 90-х годов рождения из России, Швеции и Латвии, вместе давали какую-то нам интересную картинку про это поколение. Но вместе с тем различий очень много, и именно в таком сопоставлении они, конечно, понимаются лучше. Не говоря уже о том, что, конечно, слушатели все-таки в первую очередь идут на своих, и мы отдаем себе отчет, что, скажем, латышские слушатели пойдут слушать в первую очередь свою любимую Анну Аузеню и своего любимого Яниса Роппилнеса, а мы им в нагрузку на трех языках, с переводом на латышский, с переводом на русский и в шведских оригиналах, покажем вот этих самых шведских авторов, про которых, предположительно, они никогда ничего не слышали, хотя казалось бы рядом, но все-таки это переводится сейчас в первый раз. Да и на русский тоже, в общем, почти все в первый раз. Спасибо, Дмитрий, за короткое введение. Напомню нашим радиослушателям, что мы всегда ждем вашего участия в нашей программе, поэтому, пожалуйста, звоните, оставляйте свои впечатления, задавайте вопросы гостям в студии по телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Напомню, что наш разговор сегодня технически возможен благодаря моему коллеге-звукорежиссеру Родиону Золотареву, так что, пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Пока мы дожидаемся звонков, еще один вопрос, Дмитрий, к вам, как к учредителям этого фестиваля. Одно отличие вы уже упомянули, включение третьего культурного пространства, то есть это не только русско-латышский диалог культурный, а это еще какая-то страна из ближних регионов, Скандинавии и так далее. Скажите, пожалуйста, а в чем радикальное отличие шведской поэзии современной от русской и латышской? Ну, смотрите, я не специалист по шведской поэзии, это вам коллеги лучше расскажут. Что вас поразило? Там есть какие-то, так сказать, вот удивительные для меня совершенно повороты. Вот, скажем, одна из приезжающих авторов, у нас, надо сказать, шведская делегация полностью женская, поэтическая, четыре поэтессы. Что, скажем, для русскую делегацию такую можно было бы составить, насколько можно было бы и разумно было бы составить такую делегацию латышскую, не знаю, как бы тут не так мне это очевидно. Вот одна из этих авторов, например, Ида Беррелл, мы будем показывать ее наиболее известную книгу, которая представляет собой, по сути дела, четырехсотстраничную поэму. Мы не можем ее показать целиком, только кусочками. Значит, и это, например, оказалось, что это вполне тренд в шведской поэзии. Большие поэтические полотна, они такие дробные, достаточно фрагментарные, то есть не то, что там какая-то одна история рассказывается, но, значит, с устойчивым персонажем в центре, с каким-то лирическим сюжетом, по-русски так не пишут вообще. То есть просто вообще никто, ни одного, не существует ни одного современного осмысленного русского поэта, который бы это делал. Все занимаются чистой лирикой, то есть, понятно, отдельными кусочками. Да, о чем нам это говорит? О том, что какой-то другой совершенно культурный, прежде всего, контекст, который побуждает поэтов обращаться к крупной форме и как бы в одной книге пытаться дать какую-то большую картину, пусть такими, так сказать, штриховыми мазками. Что-то это, по-видимому, нам говорит о состоянии культуры в целом, да, а не просто о предпочтениях этого или этого автора, если это не один автор, а несколько. И вот таких вещей довольно много. Это вопросы к нам, а не ответы, да. Вот этот фестиваль в этом смысле только точка отсчета для дальнейших размышлений о том, почему мы такие разные. Фестиваль как вопросы. Надежда, скажите, пожалуйста, вам знаком подобный жанр? Ведь вы, как переводчик, работали с подобным объемным жанром поэмы, такой почти эпической, получается, поэм. Вот как раз это то, что мы делаем сейчас. То есть, мы переводим поэму «Ума», небольшие фрагменты оттуда, и это действительно совершенно удивительная космогония, которая включает в себя, можно сказать, размышления автора о начале цивилизации человеческой, то есть там Пангея, Лавразия, античные богини. Собственно, само название произведения «Ма» – это множество разных коннотаций. Это, с одной стороны, капотокийская богиня, с другой стороны, японский иероглиф, с третьей стороны, это, конечно, что-то материнское. И в то же время эта поэма, она полна различных политических реалий, то есть упоминаются все какие-то болевые точки, болевые точки современной истории, истории XX века, последней эпохи. И действительно, это очень интересно, потому что это, конечно, не только такое вот, как-то говорится, бросание имен, но и все-таки какая-то позиция авторская. То есть это совершенно определенное размышление об этической стороне, о том, как, собственно, что возможно, что невозможно, и почему вот эти вот границы этического возможно перейти теми, кто их переходит постоянно, потому что наша история действительно кровавая и трагическая история современности. Тем самым эта поэма связана и с современными процессами в шведском обществе. Да, в том числе и в шведском обществе. То есть там есть один фрагмент, который посвящен, например, Швеции и тем актуальным, насущным болевым вопросам, которые сейчас тоже очень волнуют шведское общество. И каковы эти вопросы? Потому что, к сожалению, мы здесь, в Латвии, у нас тоже много болевых точек, связанных с историей, но, к сожалению, мы и застряли в истории XX века, а наши соседи скандинавские страны пытаются преодолеть и каким-то образом вобрать в себя все исторические эпохи, периоды и слои, ну, как бы свои истории. А мы очень селективны, и в этом, мне кажется, вопрос осознания того, что прошлое невозможно спрятать, его невозможно обмануть, оно всегда будет присутствовать. В этих текстах или в текстах, с которыми вы работаете, тема коллективной памяти, может быть, замалчивания тоже возникает? Да, безусловно, она присутствует и она как раз открывается. То есть, в принципе, об этом много вообще статей сейчас в шведской прессе. И вообще шведская пресса, конечно, в этом смысле совершенно замечательна. Каждый швед получает по утрам вот такую вот толстую подборку, и это одна газета только, да, то есть там огромное количество информации, это фактически небольшая книга. И поэтому вот именно такое чтение журналистское, чтение прессы – это очень важно. Вообще вот в Швеции очень много читают именно то, что называется фактобекер, да, то есть посвященный каким-то специальным вопросам, да, может быть, там, не знаю, политическим, историческим, вот именно фактические книги, то есть это, может быть, не столько даже художная литература распространена, но все шведы очень много читают, но не то чтобы именно художную литературу и поэзию, да. Это, конечно, тоже совершенно уникально, что вот сейчас в Латвии мы сможем встретиться совершенно, может быть, представителями наивысшей интеллектуальной элиты, да, потому что поэты – это, в общем-то, люди, которые осмысляют время, это люди, которые отвечают за время, которые создают образ и портрет времени. Отвечают за время, да. Я просто добавлю, значит, вот по поводу этой крупной формы, потому что мы параллельно с Надеждой Войной работаем еще над книжкой, в которой будут по-русски изданы две, ну, более такие компактные поэмы двух современных шведских поэтесс – Атены Фарукзад и Ида Линде. И там есть еще один чрезвычайно любопытный для меня сюжет. То есть для России очень важный, для Латвии, может быть, пока не настолько важный, но, опять же, в глобализирующемся мире все равно нам от этого никуда не деться. Вот, вслушаемся, шведская поэтесса Атена или Афина Фарукзад, да. Почему она Фарукзад? Потому что она родилась в Иране. То есть вот это то, чего много в современной шведской поэзии пишут шведы в первом поколении, которые на самом деле, значит, иранцы, индусы и кто угодно. И, с одной стороны, это важно, что они полностью интегрированы в национальное литературное пространство. То есть ты видишь, что они говорят на том же самом языке, не просто шведском, а художественном языке, на котором говорят их, так сказать, этнические здешние коллеги. Но в то же время они предлагают нам осмыслить вот этот специальный опыт людей, которые переместились через пол мира в страну с совершенно другой культурой и традицией, нежели чем страна их происхождения. Я бы сказала, что это даже, собственно, и, может быть, единственное пространство, где они могли бы себя найти, потому что вообще искусство, и литература, и культура, в принципе, это то самое относительно свободное, относительно впускающее, вбирающее в себя пространство. В общем-то, это касается, может быть, не только Швеции, такие общие тенденции наверняка, но всегда, наверное, было много иностранцев именно среди художественной и творческой элиты. То есть, в общем-то, это в рамках общемировых процессов. Нет, по-русски такого нет. Я бы хотел пригласить к нашему разговору и третьего гостя. Алёша, скажите, почему вы решили участвовать в этом фестивале? Что показалось вам интересным в идее Дмитрия? Я отвечу на этот вопрос с удовольствием. Я потом продолжу про эту поэму «Иду Бёррил», потому что она меня тоже очень сильно с разных сторон затронула за дело. Я очень благодарен Диме Кузьмину, с которым мы очень давно знакомы, и что он меня пригласил на этот фестиваль в качестве переводчика. Вот, собственно говоря, я ни минуты не раздумывал, потому что с тех пор, как я стал переводить с шведского, собственно, я и выучил язык, стал учить шведский язык для того, чтобы перевести тумас от транстрёмера. Это мы сделали с авторствием с Александрой Афиногеновой. Выпустили сначала избранное, потом полного транстрёмера на русский язык. Но аппетит приходит во время еды, и мне захотелось переводить и современных авторов, хотя, конечно, в меньшей степени, чем то, что было раньше. Вот, например, сейчас мы с Надеждой Воиновой составили книжку Экелёфа, Гундра Экелёфа шведского, классика 20-го века, вторая половина 20-го века, большей частью, хотя он начинал в 30-е годы. Вот, я не случайно о нём упоминаю, потому что как раз это касается и Дебиорела, она и на неё тоже опирается. И много у нас разных других проектов, связанных с шведскими авторами. То есть не только современными. Я как раз современных-то меньше знаю, чем вот та же сам Надежда. Вот, и с удовольствием с ними знакомлюсь, узнаю. Это очень интересная работа. Что касается и Дебиорела, её поэма, то это, с моей точки зрения, такая великолепнейшая энциклопедия современной истории, новейшей, новейшей истории, просто новейшей, новейшей. То есть того, что происходило в последние десятилетия, что прямо касается всех. Там и какие-то, значит, истории с Израилем, со всеми этими, значит, нападениями на корабль, да, вот этими известными. Да, 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 спасибо, да, Надежда. Вот, и много чего. И эта история также современного развития медиа, медиапространства, потому что какие-то возникают понятия, за которым нужно лезть в энциклопедию, да, лезть в справочные материалы. Эко, эхо-камера, например, она говорит, это когда в сети медийной или, значит, интернете создаётся такое пространство людей, которые примерно одинаково мыслят, и они замыкаются в нём, да, они друг друга поддакивают, и не встречают никакого другого... Он вступает в конфликт. Не вступает в конфликт, и только подтверждают мнение друг друга, и возникает закрытое сообщество медийное, которое не приемли другую точку зрения, не встречается даже с ней, то есть оно просто его... Игнорирует. Просто игнорирует, да. Это вот, понятно, она тоже вводит просто в текст поэтической ткани, да, в поэтическую ткань, и такого у неё на каждом фрагменте очень много. Каждая строчка – это что-то новое, какая-то новая информация, то есть насыщенность невероятная, но при этом... Да, это напоминает немножко Хайнера Мюллера, такой знаменитый драматург, который родился в ГДР, но он известен сейчас уже во всём мире, и он писал стихи. Его стихи вот примерно так же выстроены, когда, значит, одно стихотворение, которое, значит, вот исполняется в виде рэпа, значит, Бликс Баргельт исполняет его в виде рэпа, но оно же одновременно источник информации. Множество вопросов современных, и там 50 ссылок, значит, читается рэп, но одновременно это источник информации крутейший, крутой просто невероятно, да. Вот, значит, вот что с тобой представляет этот текст. Более того, значит, он не придуман сейчас, то есть, не более того, а кроме того, он не придуман сейчас, потому что там есть, начнёте, эпиграф из Ингер Кристенсен. Это датская поэтесса, которая была в двух шагах от Нобелевской премии, да, ну вот умирала немножко раньше, чем она сумела её получить. Да, вот она умирала в 2009 году, но она всегда упоминается вот в ряду, значит, поэтов европейских, которые получили Нобелевскую премию, потому что она действительно крупнейшая фигура. И, значит, у неё есть два произведения, «Алфабет», «Алфавит» и «Де», то есть «Это», где как раз идёт разговор о космогонии, причём такой космогонии не христианский, а вообще вне конфессиональной, а просто космогония, говорит, в алфавите, она говорит, есть тот и тот и тот, и называют, значит, это по алфавиту, по А, Б, С, да, такие там. Есть абрикосовое дерево, есть там то-то и тот. А Ингер Кристенсен, у неё основное слово «был». У Иды, да, у Иды Берел. У Иды Берел, прошу прощения, у Иды Берел, я говорился, «был», «было», и это звучит как предостережение, то есть это как бы взгляд уже… Что-то, что исчезло? Как будто взгляд извне, как будто это вот уже сказано после всего. Это удивительно, это просто, да, дрожи просто прибирает, это было уже всё. А с другой стороны, всё, что есть, оно одновременно становится тем, что было. То есть это замечательное произведение. Мы немножко так засклились на это, но вы понимаете, что про остальных мы можем рассказывать. Да, несомненно. И поэтому я предлагаю сейчас, мы коротко покинем студию на выпуск новостей рекламную паузу, и после я бы хотел, может быть, вернуться к фразе надежды, которая мне показалась важной и, может быть, будет мостиком ко второй части нашей дискуссии, о том, что поэты ответственны за своё время, или как бы за время как таковое, подразумевается, возможно, поэт и политика, и мы тогда перейдём во второй части как бы от самого фестиваля к политическим аспектам современной поэзии в этом регионе. Тогда вернёмся в студию через несколько минут. Добрый вечер, мы снова в студии, и напомню, это программа Культ Просвет. Сегодня в гостях у нас очень интересные собеседники. Прежде всего, это учредитель и автор идеи нового фестиваля поэзии без границ Дмитрий Кузьмин и гости из Казахстана. Скажите, из какого города, чтобы я не был слишком туристический настрой. Родила себя в Петербурге, но сейчас уже вот несколько лет живу в Казахстане, но сейчас мы снова переезжаем и будем жить в Баку, поэтому я живу в Казахстане сейчас. Надежда Воинова, переводчик со шведского, и Алёша Прокопьев из Москвы, тоже переводчик и поэт. В первой части нашей дискуссии мы говорили, мы сконцентрировались на конкретных авторах и на новом, скажем, жанре, таком эпическом почти жанре поэмы, и Дмитрий упомянул, что так в России не пишут, и постепенно в нашем разговоре мы, скажем, встретили такие понятия, как, особенно когда мы ждали окончания рекламы паузы, чистая поэзия, хорошие поэты. Я всё это записал специально для того, чтобы попытаться пожонглировать этими сложными и в то же время якобы очень лёгкими понятиями. Вы упоминали также Надежда о современной поэзии. Современная поэзия в России, если мы говорим о XX веке и о политике памяти, о том, что она в принципе полностью является, ну, скажем, территорией государственной власти и государственных интересов. Современные российские поэты оглядываются в прошлое XX века, они делают вызов официальной истории, допустим, пытаются как-то ещё раз взглянуть по-другому на сталинский террор, на, скажем, события в Чехословакии, на роль Советского Союза, на Брежневский период, или же их не интересует история? Нет, ну почему? Нет, ну дело в том, что русская поэзия никогда на это глаз и не закрывала. То есть это не то, что есть какие-то белые пятна, которые надо, значит, задним числом восстанавливать. Да, но ведь темы могут исчезать и появляться. Да, нет, я думаю, что все эти темы так или иначе по-прежнему актуальны. Довольно долгий разговор, потому что он уводит нас ещё в сторону вопроса о том, насколько актуальная русская поэзия имела возможность публикации в советские времена и насколько это изменилось в постсоветские времена. И, допустим, выясняется, что опыт вот 68-го года и осмысление роли Советского Союза в подавлении свободы, допустим, в странах Восточной Европы, он уже тогда, он уже, или, допустим, в 80-е годы приближается юбилей протестов на прошлой площади. Он был предметом внимания русских поэтов. Ну, например, там есть такой поэт Сергей Магит, который изначально из Ленинграда, а последние годы живёт в Праге, но он первый раз попал в Прагу в танки, когда его призвали в армию, значит, соответственно, в 68-м году в танковые войска. И эта травма осталась с ним на всю жизнь, и во всей его последующей поэзии, иногда прямо, иногда не прямо, мы это видим, потому что он в итоге оказался жителем Праги, это тоже, наверное, в этом есть какой-то момент не случайности. То есть об этом можно очень долго говорить. Те поэты, которые приедут сегодня из России на этот фестиваль, это поэты в этом смысле вполне показательные, потому что, с одной стороны, мы привозим живого классика Льва Рубинштейна, который в Риге уже был по линии орбиты, и в этой книжке 12, которую орбита подготовила, есть два его текста в переводе Карлиса Верденьша, значит, но Верденьш перевел больше, это не все опубликовано, то есть они будут вот это все читать по-русски, по-латышски, по-шведски, и прекрасный приезжает такой Ларс Клеберг, переводчик Рубинштейна на шведский язык, филолог, русист, автор монографии, очень интересный, о Чехове, вышедший по-шведски, он перевел на шведский, чуть ли не все пьесы Чехова. И в Серебряном веке тоже очень много работ вообще. Да, то есть это можно много еще рассказывать, о каждом из них, и Рубинштейн очень много писал вот об эпохе застоя и позднего, поздней сталищины, на которые пришлось его раннее детство, именно пытаясь понять структуру общественного поля и личного какого-то пути в этом общественном поле, в этом вот таком очень своеобразном обществе. С другой стороны к нам приезжает Галина Рымбу, родом из Омска, а сейчас из Петербурга, лидер младшего поэтического поколения, очень характерная фигура в том смысле, что она поэт и вместе с тем левосоциалистический активист, это называется российское социалистическое движение, значит, вот такая как бы политическая группа, к которой она принадлежит с очень серьезной феминистской повесткой, с очень серьезной повесткой в отношении защиты прав малообеспеченных людей и в стихах Рымбу есть много обо всем об этом, там есть потрясающие стихи о ее детстве, вот в этом страшном промышленном городе Омске в тяжелые 90-е годы, когда папа приходит с работы, а хлеба-то в доме нету и не на что купить, да, и вот это вот все. То есть, в этом смысле сфокусированность современной поэзии на социальных вопросах давней истории, недавней истории сегодняшнего противостояния кремлевской диктатуре, кремлевской диктатуре, она очень сильная, что не отменяет того, мы тут немножко об этом говорили действительно в перерыве, что авторы, которые не работают с этим и которые в чистом виде посвящают себя работе с языком, они тоже не даром хлеб едят, потому что они... Они творят будущее, они творят язык будущего, находят такие невероятные конструкции, которые не встречаются в современном языке, они описывают уже реальность того, что будет через 100 лет, возможно, через 200 лет. То есть, эти люди, они не только прогнозируют развитие языка, которого сейчас еще нет, но в то же время они каким-то образом определяют некие пути развития современных обществ, в том числе, поэтому человек не обязан, поэт не обязан писать о политике, вообще, для того, чтобы быть хорошими, стихи не обязаны ничему, то есть, просто человек должен очевидно дойти до собственного дна и подняться из него до собственного верха, вот это, наверное, самое важное. Я бы добавил, что работа с языком в поэзии, собственно, и есть политическое действие, потому что это акт свободы. Если мы возьмем, да, наиболее яркую представитель 20 века во всей европейской поэзии Павли Целана, который творился языком о том, что это невероятное, то это и был как раз невероятный акт свободы, освобождения, и это была реакция, естественно, на прошедшую войну, на всё, что случилось, на катастрофу, на всё. То есть, это такое взаимосвязанное действие, которое не обязательно должно называть какие-то политические реалии, оно просто по факту не должно нравиться власти, любой, на самом деле. Иными словами, если власть контролирует через язык, то власти можно сопротивляться через язык, не обязательно входить с покатом на улицу. Именно так. Особенно если это сейчас становится всё менее-менее невозможно в России. И даже на самом деле не важно, сопротивляешься ли ты власти. Хорошо, чему ещё мы можем сопротивляться? На самом деле экран совершенно огромен, то есть можно сопротивляться онтологическому злу, его тоже огромное количество в природе. То есть вообще определяемость поэзии от власти, от государственности, она совершенно не должна заботиться поэта. То есть есть такие поэты, которые много с этим работают, но я не могу сказать, что это хорошо, да. Потому что тоже люди, конечно, люди, получающие уже какие-то там гранты государственные, они уже чувствуют себя обязанными идти по этой дорожке, это тоже некоторая несвобода. Поэтому, конечно, совершенно прекрасно, когда человек может быть независимым поэтом, так же, как независимым журналистом. Это очень важно и в литературе, и в журналистике. Ну и вообще, я считаю, что сам фестиваль, то, что сейчас происходит, это невероятный акт свободы. Просто сейчас самое плохое время для отношений между многими странами, которые задействованы в этом фестивале. И тем не менее, этот фестиваль случился как просто невероятный акт свободы. То есть встречаются шведские поэты, российские поэты и латвийские поэты, несмотря ни на что. И вот благодаря, собственно, тому, что Дмитрий этот фестиваль устроил, то есть я считаю, что это просто само по себе, само по себе существование этого фестиваля, это просто невероятный акт свободы. В данном случае, может быть, вы воспринимаете свободу как, скажем, синоним такой способности передвигаться в пространстве и свободы передвижения, потому что, в принципе, ведь современное российское общество, которое, скажем, власть, которую Дмитрий упомянул как диктатуру, она ведь не запрещает физическое передвижение тела, она запрещает передвижение духа, насколько может. Духа ни что не может запрещать. Хорошо, но пытаться можно, пытаться можно, да, и подобные попытки постоянно существуют. Сейчас уже это невозможно, конечно. Согласен, благодаря Фейсбуку, но, опять же, он тоже может, скажем, быть ограничен. То есть в какой-то степени власть все еще боится поэтов, значит, есть на то причины. И, с другой стороны, может быть, у меня создается впечатление, опять же, со стороны, может быть, очень поверхностное, что власть оставит людям возможность передвижения как наиболее такой формальной свободы, но власть будет контролировать умы через то, что, в какой-то степени, может быть, у вас не будет аудитории. Есть в современном российском обществе сильные отголоски на те современные темы, которые звучат в поэтических произведениях? Конечно, сейчас поэзия собирает опять не то чтобы стадионы, но бывает действительно на Красной площади, фестивали, которые вполне-таки, в общем-то, государственные, которые собирают огромное количество людей, которые свободны. Это немножко двусмысленная история, потому что вот то, что называется гибридная война, мы об этом много думали в связи с украинским конфликтом, когда вроде ничего не объявлено, а все равно так как бы танки стреляют, люди гибнут. Так и та война, которую культура ведет против диктатуры, она тоже гибридная. И вот эта фестиваль на Красной площади такая странная ситуация, значит, как бы книжная ярмарка, туда зовут выступать поэтов, значит, на огромный экран, да, вроде кажется, что это должны быть поэты, которые, значит, за власть, а на самом деле иной раз, значит, это поэты, которые вовсе даже и против. И не то, что они на Красной площади стихи против Путина читают, не в этом дело, да, а какие-то поэты с языковыми предпочтениями, которые как бы изнутри взрывают вот этот как бы мертвый дискурс власти, в котором все слова заранее поставлены на свои места. Это странная ситуация, парадоксальная, парадоксальная, но я скорее соглашусь с вами, Денис, что, конечно, аудитория современной поэзии, радикальной, актуальной поэзии, не очень большая. А как вы в Латвии ее оцените? Существует у вашего фестиваля? В Латвии другая ситуация совсем. Несомненно, да, я ощущаю, что мы тонем в списке тем, которые сегодня стоило бы обсудить. Нам нужно было бы устроить сериал до окончания этого фестиваля. То есть, желание, скажем, латышского студенчества слушать живую сегодняшнюю латышскую поэзию, оно гораздо выше в среднем, чем желание русского студенчества, из которого только некоторая довольно специальная часть на это настроена. Это легко объяснить, почему, да, это понятная вещь. Меня это не очень смущает, потому что этой латышской аудитории мы, так сказать, должны рассказать про другое и с других позиций, да, и объяснить, что есть внутри России определенная культура сопротивления. Она может быть артикулирована политически открыто, а может быть и не очень, но она такая другая, она не идентифицируется с танками. Да, при этом надо сказать, что власть уже тоже понимает, что нужен такой клапан, и поэзия является этим клапаном, который позволяет, так сказать, выпустить пар, чтобы не взорвался. Здесь-то как раз, мне кажется, и состоит опасность этого клапана. То есть, может быть, потому стихи против Путина на Красной площади возможны, что они больше ничего не могут изменить, то есть, эта власть никогда не будет, скажем, не появится трещина, ее нельзя будет... По срочной перспективе, разумеется, да. Но, понимаете, это был бы серьезный упрек, если бы можно было сказать, а вы вместо стихов выйдете с гранатами, и все будет хорошо. Значит, нет, во-первых, нет этих гранат, во-вторых, некуда выйти, во-третьих, все равно все не будет хорошо даже в этом случае, да. Поэтому нам волей-неволей, и тут непонятно, насколько это хорошо или насколько это плохо, приходится мыслить какими-то более долгосрочными категориями, а долгосрочные категории, значит, состоят в том, что нам нужно иметь некоторую социокультурную группу русского народа, которая сохранит определенную систему ценностей, и определенный горизонт представлений на, ну, что называется, до лучших времен. Не существует никакого ресурса в сегодняшней России политического, военного, стихотворного, любого, да, который может радикально изменить ситуацию в ночь сегодня на завтра. Но никакая ситуация такого рода не является стабильной надолго, она изменится по тем или иным причинам, о которых можно разговаривать отдельно в другой передаче с большими специалистами, чем мы. И вот тогда возникнет вопрос. Ребята, есть у вас другой язык? Есть у вас другая культура? Есть у вас какой-то другой человеческий ресурс, с которым вы можете разговаривать про другую Россию? Другой стороны, надо сказать, что такая же ситуация, в общем-то, и в шведской поэзии. То есть шведская поэзия, она точно так же, может быть, и позиционная, точно так же ничего не может изменить, хотя она пытается. А позиционная по отношению к чему или к кому? Ну как, позиционная по отношению к своему собственному государственному дискурсу. Но государственный дискурс там плюралистичен, он меняется с выборами, и эти выборы не подтасовка. Никакой государственный дискурс не является плюралистичным, к сожалению. То есть, в общем-то, сейчас действительно речь идет о жестких проблемах. Просто нам до их проблем как бы далеко. А чем речь? Просто мы этого не понимаем, но на самом деле это так и есть. То есть любая государственная структура, она достаточно однозначна. То есть, конечно, там есть некий такой плюрализм, но он очень ограниченный плюрализм. И все равно только, в общем-то, только очень активные люди, они могут пытаться говорить что-то против этого дискурса, как, например, Афина Фрукзат, который мы сейчас с Димой переводим, она откровенно говорит в своих статьях «Я ненавижу Петра Володарского». То есть, после выступления Афины Фрукзат, которая была так называемой «Сомартраторой», летним оратором, собственно, такой медиазвездой, есть такая форма, когда приглашают на радио как раз разговаривать о каких-то известных личностях. После того, как она разговаривала и на телевидении тоже об этом, о том, что она хотела сказать, собственно, о своих впечатлениях о современной Швеции, один политик из буржуазной партии выбросил свой телевизор. Это говорит тоже о накале страсти в обществе. То есть, на самом деле, там все тоже далеко не так просто и однозначно. То есть, если вы думаете, что Россия такой вот ужасный монстр, а все остальные не монстры. Нет, все монстры, и надо очень хорошо это понимать. То есть, мы все живем в такой монструозной действительности. Это действительно... Это действительно... Да, я думаю, что разница действительно существенная. То есть, способность видоизменить образ этого монстра все-таки во многом в скандинавской стране зависит от гражданской участия людей. Но я ощущаю, что у нас... Это как раз очень хорошо освещает Ида Берилл в своей мат, потому что она действительно говорит обо всем. Она говорит о том, что ничто не является идеальной структурой власти. И ее, в принципе, не может быть по определению. Время мчится вперед. У нас осталось всего несколько минут. И я бы хотел, может быть, вернуться к содержанию фестиваля. В программе указано, что будет несколько перформансов. Вчера я разговаривал с Карлисом Верденчем как раз по поводу перформанса и поэзии. И он говорит следующее. Он позволил мне процитировать. Перформанс означает изъять текст со страницы и ждать, что произойдет потом. Что-то новое, неожиданное, что изменит содержание текста до неузнаваемости. Это приблизительная цитата, пока я пытался это записать вчера вечером. Что ожидает слушателей, тогда слушатели становятся и зрителями, да? Таким образом. Это новый какой-то такой гибридный жанр? Или же... А я не знаю. Этих перформансов еще не произошло. Об этом мы поговорим через неделю обязательно, но что-либо вам известно, что вы можете поведать нашим родителям? Нет, будут действительно три выступления, три поэта, каждый из них в паре с музыкантом. Одна пара, которая не станет сюрпризом для рижской публики своим составом, потому что Сергей Тимофеев с Платоном Буровицким. Вероятно, они придумывают что-нибудь новенькое, но в целом рижская публика знает, что это. Другая пара, наоборот, это полностью чистый лист Терра Инкогния, это Наталья Азарова, московская поэтесса, очень интересный персонаж, который надо отдельно долго рассказывать о ней, которая будет выступать со своим сыном, который музыкант... Примянником, он не сын. Нет, Петр Капанов, Леш, не путай меня, со своим младшим сыном. Не знаю, не знаю. Значит, который живет сейчас в Берлине, и он, значит, электронный музыкант, а третья пара гибридная, Галина Рэмбу, и рижский гитарист Александр Александров. И я думаю, что это в значительной степени импроводционная практика. Совершенно с Карлисом я согласен. Значит, мы изымаем, мы перетаскиваем текст в другой контекст и смотрим, что получится, и не знаем заранее. В отличие от перформансов орбиты замечательных, которые отрепетированы, и там другой вид искусства в некотором роде. И это, собственно, и есть наша задача всего фестиваля. Вытащить тексты из тех контекстов, в которых они привычны, например, из своего внутринационального контекста, поместить их в пространство, пронизанное какими-то иными токами, например, токами иных культур и языков. Смотреть, что будет. Таким образом, это экспериментальное пространство, где что-то будет происходить прямо на глазах слушателей. Да. Я полагаю, что мы достаточно заинтриговали наших радиослушателей. Еще раз, со 2 по 4 июня в культурном центре или в центре культуры Канепе произойдет этот фестиваль. Вход свободный. Да, милости просим. И таким образом, а все закончится церемонией награждения? Значит, да. Это странная такая немножко история. Мы тоже не знаем заранее, что будет. Мы хотели сделать такую мини-премию этого фестиваля в виде выходящей книжки одного из поэтов. Ну и там будет некоторый артефакт. Есть такая художница Сабиная Море, которая на чего сделала. Мы решили никакого жюри отдельно под это не собирать, потому что три языка, три разных культуры. Нет таких экспертов, которые могли бы все это профессионально оценивать. Сами поэты, участвующие в фестивале, проголосуют, выберут самое яркое выступление, выйдет книжка. Еще раз большое спасибо сегодняшним гостям. Прежде всего, Дмитрию Кузьмину, устроителю нового фестиваля «Поэзия без границ», Надежде Воиновой. Большое спасибо, Алеша. Спасибо за вам. И еще раз добро пожаловать. Я постараюсь в рамках этого фестиваля посетить, насколько возможно, все мероприятия. И мы встретимся с Дмитрием снова 5 июня, уже как послесловие к фестивалю, и посмотрим, что из этого получится. И я полагаю, что мы обязательно встретимся еще раз, потому что сегодня прозвучало столько новых, интересных тем, что 50 мой увеличился. Это означает, что мы обязательно встретимся снова. Большое спасибо нашим радиослушателям. Напомню, что наша дискуссия сегодня была возможна благодаря моему коллеге Родиону Золотареву. И мы встречаемся снова через неделю 5 июня. Доброго вечера и до свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго.